зум у вас конечно сильный а чё зачем он такая веб-камера головой прям влезли в нее так удобно сидеть мне а чуть зрение у вас плохой не так сидеть удобно сидеть я понимаю просто близко очень могли от сесть на нападали понятно понятно ну как вам вообще война что значит как война а вам как война меня радует орешника ракета упала вас радует война нацистов больше не будет каких нацистов на украине в германии не совсем понимаю чему вообще с германии нацисты они и появились на украине тоже классно классно да и что и мы хотим наши деды не смогли их завоевать до конца мы хотим их разбить до конца я понял какая у них партия политическая а я фиг знает не ну нацистская должна быть была какая нсдп сейчас какая а сейчас просто нацисты которые убивают своих людей типа россияне которые говорят что мы братские народы и приходят на территорию украины или чем бы не воду на украине нацисты они убивают своих украинцев подождите какое количество в украине нацистов вот вы знаете вообще я не знаю лично у их много 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 это сколь в каких масштабах много 1540 там 1000 тысяч 15 на 15 тысяч нацистов в украине допустим хорошо и что почему вас волнует проблемы нацизма в украине почему вас не волнует проблемы нацизма в россии например мы в россии никого не убиваем это правда что я тебе говорю правда и правда просто вы ну вы нацист я патриот моей страны не я понял вы нацист я националист я вам попробуй про скажите нет я не нацист вы не нацист правильно правильно вы не любите нацизм как явление а что в себя включает это явление что конкретно вам не нравится в нацизме что вы не любите когда украине сжигают иконы на помойку выбрасывают а почему тут нацизм и людей убивают в доме профсоюза сжигают а нацизм нацизм тут причем ну вот это и есть нацизм что такое нацизм которые люди убивают своих людей не на чем базируется вообще нацистская идеология по какому принципу и кого убивали нацисты чем они это обосновывали своих убивали они понимаешь не я спрашиваю как они обосновывали убийство других людей нацисты вот вермахт к примеру там ну хорошо высшее военное руководство германии как 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 она вот обосновывала зачем они завоевывают территории воюют с кем-то убивают кого-то сжигают ну в печах вот как 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 они это обосновывали для своих людей не знаю даже я в это не вникал а как вы можете тогда вообще говорить о том что кто-то нацист а кто-то не нацист если вы не знаете что такое нацизм первую очередь я знаю нацист кто убивает своих я знаю все а что значит своих но допустим ты украинец да ну и тебя пришли нацисты и убивают какие нацисты типа в кожаной форме фуражка нет которые украинцы те же подожди хорошо ты говоришь ну например ты цикла знаешь такие цикла ну знаю вот они плохие люди так так то цикла это территориальный центр комплектования это не человек так это не человек это то же самое что сейчас мне скажешь суд это не человек ну понятно что суд это не человек они знают что делают они в маршруте в автобусе дергают людей и за что на хуй в смысле дергают забирают и все на передовую так ты же сказал что нацист это тех кто ну вот в германии так они убивают тебе говорю кто убивает отряды не загад отряда есть какие черты можешь связать речь вот в какой-то слитная шутку нужно и вот есть загад отряды на украине что такое за град отряды на какой о чем ты говоришь давай давай более предметно вот что ты хочешь мне донести ну как очень нацисты я считаю все ясно тебя понял понял слушай ты вот говоришь нацисты это те кто убивают своих людей правильно тогда такой вопрос смотри а вот ну российский солдат который приходит на территории украины он нацистом считается или не нет он считается русским военным ага а украинские военные которые защищают свое государство кем он считается националистом почему ты знаешь что националисты нацист разные люди подожди почему ты в отношении русского солдата не сказал что он националист и он русский националист тоже военный русский русский защищает свою землю защищают свою землю а украинец тоже считается националист который защищает свою землю на ага ну хорошо теперь ты понял не не понял не понял нет и мне не объяснил до сих пор смотри у нас получается с тобой какая-то странная ситуация и те защищают свою землю и те защищают свою землю а как раза а как разобраться кто на самом деле защищают свою землю а кто нет нет я не знаю я не воин не воин такой серьезный а тут не надо быть серьезным воином в и боевые действия происходят на чей территории на украине и украинцы украинцы защищают чью территорию но они защищают свою территорию а подожди подожди не стой это не была боль а российские войска защищают чью территорию российские войска вообще нацистов убивают не подожди российские войска на чьей территории воюют на украине они убивают нацистов то есть российские войска воюя на территории украины убивают защитников украины нет нацистов я же тебе говорю Мы же сейчас с тобой говорили Что националист это защищает свою родину Подожди, подожди Ты мне только что сказал, что украинские военные Это в твоем понимании не нацист Это вот человек, который защищает свою родину Что-то он Поломался Как дела? Нормально, а что ты? Как можно говорить салам алейкум, а потом говорить халь Гитлер Давай, б***ь, я тебе вопрос задал, б***ь Я тебе тоже вопрос задал То есть, б***ь, на мой вопрос ответь Потом ты говоришь Та деду, я сам решу, как отвечать Просто как можно говорить салам алейкум Потом говорить халь Гитлер Как у тебя это в голове укладывает? Как у тебя это в голове укладывает? Ну, а как люди говорят Славу Четвертому Рейху Слышь, давай мы так скажем тебе Скажем славу России и все, за***ь Так ты на вопрос ответь Так Просто, просто ответ на вопрос Ответь на вопрос Ответь на вопрос, скажем славу России Боишься, что ли? Просто объясни, как ты кричишь салам алейкум А потом говоришь то, что ты говоришь Отвестная, х**та Скажи славу России Да ты не злись, подожди Ну хорошо, давай Я скажу, если ты объяснишь, за что слава Главное флаг повесить Кажется салам алейкум и шо он там Халь Гитлер Шо в голове Откуда вы? Я из Киева Из Киева, из Украины Ох ты, а, ну тогда понятно, ладно Тогда вам скидку делаем Скидку на что? На Булгакова Спорил Вы как к Булгакову относитесь? Негативно Вам не нравится Булгак? Нет, не нравится Что вы из его произведений читали? В школе когда-то читал «Мастера и Маргариту» И вам не понравилось «Мастер и Маргарита»? «Мастер и Маргарита» неплохо Я и сериал смотрел в свое время И читал И читал в школе Но к самой персоне Булгакова отношусь не очень А, нет, почему? Ну, потому что он, скажем, прожил в Киеве сколько лет И при этом был абсолютно антиукраинским чуваком А, то есть вы только украинские писатели предпочитаете? Нет, просто человек, который относился негативно к своему этносу собственному для меня Ну, давайте будем честными Из украинских писателей вы сможете всего трех назвать Максимум четырех Согласитесь? Украинских писателей? Да А чего? Почему? Даже я их назову Давай, как там, это Леся Украинская Григорій Квитко-Основьяненко, да? Володимир Винниченко, да? Шевченко второй Кто там третий у вас там еще есть? А че, подожди, а че ты? Ну, давай я тебя назову Да вы не в интернет заглядывайте Да я, завод, смотри, без интернета тебе, смотри Дочинець, Винниченко, Квитко-Основьяненко, Иван Багряный Мне продолжать или ты усрался? Вот четыре мы от вами, продолжай Так я тебе сейчас, смотри, те четыре, что я назвал Те четыре, что я тебя назвал И мы с тобой продолжаем дальше Чёрная Рада Это Пантелеймон Кулиш, Микола Кулиш Дальше Давайте, ну-ка, что они на цели мировой Что ты затупил? Не, подожди, ну, ты читал, к примеру, Пантелеймона Кулиша, Чёрную Раду? Что он читал? А что про Чёрную Раду читал? А что такое Чёрная Рада, ты знаешь? Нет, ну-ка, расскажи мне, что ты Я понял Так мы идём дальше, смотри Те, что ты назвал Типа Шевченко, Иван Франко, там, допустим И Лейса Украинка Вот эти три ты назвал ещё Допустим А все остальные местечковые писатели То есть это не мировая литература А чего ты взял, что... Подожди, а... Не понимаю, в чём аргумент? Мировая литература, это... Так ты же мне сказал украинская литература Я тебя назвал украинскую литературу? Да, она мировая литература Она же должна входить куда-то... Почему должна? Есть литература украинская Есть украинские писатели, которые стали частью мировой культуры Так же самое есть и российская литература И какие-то российские писатели стали частью мировой культуры Вот я и спрашиваю Какие украинские писатели стали частью мировой литературы? А, мировой литературы? А какое это имеет значение? Большое как-то... Это ничего себе... Это целая нация, которая должна была внести какое-то значение Самое большое количество памятников в мире кому стоит? Понятия не имею Шевченку Ну ааа, ну ладно Ага Ну шо, 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 шоа Ну ладно Шевченко крепостный писатель, которого выкупили русские дворяне Ладно А сколько памятников стоит Шевченку в мире, ты знаешь? Понятия не А ты загугли Да ладно, я задал вам вопрос по-другому Да не, ну ты просто мне скажи Сколько, как ты думаешь, сколько стоит памятников Шевченку в мире? Понятия не имею Цифру, цифру просто вот так вот Вот так вот просто Просто на скидку Что вы кроме Шевченко внесли-то хотя бы хоть в мировую литературу? Я тебе вопрос задал Как ты думаешь, сколько памятников стоит Шевченко? Вот безразлично, хоть тысячу, хоть две А, ну тогда я тоже буду отвечать так на твои вопросы Ну безразлично Нет А, ну понятно Ну все, понятно, конечно То есть вы в мировую литературу ничего не внесли? То есть мы отвечаем на вопросы так же самое, как вы на них отвечаете Все очень просто То есть вы, как нация, не состоялись? То есть вы можете считать как угодно, конечно Нет, это мир считает Но вы же в мировую литературу ничего не внесли? Ну пускай мир считает Вы говорите, что мир считает Но при этом почему-то мир считает, что условный Гоголь это российский писатель Мир почему-то считает, что Хотя, кстати, Гоголь полностью описывал украинский быт И писал, будучи этническим украинцем Описывал то, грубо говоря, раннее творчество Гоголя Это все чисто украинский этнический мотив Украинский или русский писатель? У Гоголь Украинский писатель Вот Ну-ка, а как вас зовут? Можно узнать? Чтобы я вашу видеозапись Выслал бы с Бул Чтобы сообщили, что Гоголь Которому памятники сносятся по всей Украине Которую вы считаете Покажите мне, где снесли хотя бы один памятник Гоголя Можете посмотреть Где? Где посмотреть? В Одессе Причем тут Пушкин Как вы можете сравнивать Пушкина и Гоголя? Гоголь сносят памятники на Украине Где можно посмотреть? Давайте я погуглю, да давайте Давайте посмотрим Где сносят памятники Гоголя Ни одного Ни одного памятника Гоголя не снесли А если я сейчас посмотрю? Смотри, ради бога Что, я думаешь буду врать Но если бы снесли, сказал бы Ой, ну снесли, значит снесли Ну не сносили просто и все Ну как? Давай вот сейчас и смотри Смотри, пожалуйста Тихо Алиса, а где снесли памятники Гоголя на Украине? Есть тема, с которой тема пошли Ой, ну не хочется наговорить на эту тему про Украину Ладно, сейчас в телефоне посмотрим Вот почему Алиса про вас не любит говорить? Просто тебе Расскажу тебе такую вот штуку интересную Ты сказал, в Харькове Обложили памятник Гоголю мешками с песком Знаешь зачем? Зачем? А ты подумай Я задал вопрос Зачем? Я тебе тоже задаю вопрос Ты подумай Я задам Да ладно, сделаем тебе скидку на то, что ты из России Что у тебя плохо с аналитическим мышлением Потому что когда прилетает российская ракета Или что-то подобное От нее разлетаются осколки Чтобы осколки не повредили памятник Памятники обкладывают песком А, то есть вы считаете, что Россия Отстреливает памятники, да? Украинские А вы не считаете, что у вас нейронные связи слиплись? Нет Нет, а я считаю, что у вас слиплись нейронные связи Вы понимаете, что Россия Когда наносит ракетный удар по гражданской инфраструктуре Осколки могут полететь и в памятники И во что угодно И в людей И в жилые дома Поэтому, конечно, мы культурные места Застраиваем мешками с песком А каким же вашим скоплением Невооруженных сил Было Россия на нескладывание? Что ты ляпнул? Каким скоплением вооруженных сил? Что ты несешь? Не по скоплению вооруженных сил Не по скоплению вооруженных сил каким-то там этим конечно про харьков какой в какое гражданское здание в торговый центр в харькове дома в харькове кабами разрушают и да ты не просто так говорить и хотя бы назови одно конкретно я же тебя называю конкретное торговый центр в харькове какой там эпицентр по моему а где там происходили потом взрывы какие взрывы происходили я буквально видео видео с места событий куда прилетела ракета и там вокруг люди ходят гражданские что ты не рассказывал уже видел где происходит дальше детонация ракет бум 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 детонация ракет действительно и люди ходят вокруг в эпицентре contarска или ищет расскажи про то что это ну так я тебе расскажу просто что пай ты мне задаешь вопрос когда попадали в джазовскую инфраструктуру я тебе вот рассказываю когда ты мне придумаешь что там еще та детонировал но мало одну придумывай дальше ты�иход epa прекрасно понимаешь ты может что-то прекрасно и понимаешь в угоду слипшихся нейронных связей и про промытого пропагандой мышления это ну пожалуйста говоришь в чем пропаганда в том чтобы ракета прилетела в торговый центр в котором люди были хорошо я задам тебе один вопрос чтобы узнать твои неры нет и мне не задашь ни один вопрос ты мне покажешь видео сейчас чтобы доказать свою точку зрения где в харькове происходит детонация на вокзале кто не ну покажи мне видео где харькове детонация происходил дал вопрос а карман нет видео покажите харькове детонации ты не сливайся с вопрос я не сливаюсь вопрос что ты делаешь именно это и делай видео ты забей просто про этот но просто мне забей покажи видео где харькове детонация происходит ты же мне доказываешь что там что-то детонация происходила ну показывай тогда видео мир видел это видео где взрывает все-таки ну да мы все понимаем да да все так и сказали видео покажи ну посмотрим но так покажи ты же мне доказываешь не я тебя тебя в ютубе что ли добавить покажи мне видео ты же доказываешь если ты что-то утверждаешь будь добр это доказать или чем-то подтвердить если нет то ты просто фуфил ты мне подтвердил ты только что пытался это так зайди за показываю смотри давай показываю давай если я сейчас показываю то ты-то ты-то ты есть сейчас показывают и мне потом показываешь где детонирует в эпицентре хорошо давай задавая задавая вопрос ну в памятнику гоголя вновь давай 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 итак пишу снос памятников гоголя в украине задаю вопрос буквально в гугле вот задал вопрос в гугле вот ну и но показывать и мы его вам видите что видеть хорошо хорошо вы же да видите и что вы видите ты поиск покажи мне показываю не картинки пока поиск покажи ну вот показывать но ниже опускайся я вижу вижу теперь опускаемся не вот теперь вот открывай вот эти вот сюда давай харьков спрятали хорошо харьков и спрятали гоголя ты смотри они спрятаны ты лох какой же ты лох о боже какой же ты лох тут просто написано что фото обложенного мешками с песком памятника в этом гоголю в харькове опубликовала общественное проводить проводившие эту работу коммунальщики сообщили что демонтировать памятник не планируется обложили его пешка песками для защиты на открывают этот сайт первую же ссылку и читай в алинах давай мне видео с эпицентром вторую ссылку открою видео с эпицентром давай вторую ссылку открою давай если у меня сейчас пока ноль про такие же открою вторую ссылку дальше ну ты мне телефон то покажи ты куда мне его отворачиваешь вот смотри показываю а чём моего смотри видишь поближе поближе к телефону поближе тут и как-то удосуга задаст вопрос ниже выше выше подними чтобы видел вопрос какой задан был так тот же самое это вот ссылка пришел вообще валя подними выше и валенок и совсем barley на какие совсем dirt поднимаю jem 1947 37ék давай руб치 и фиксируем фиксируем фиксировать за это страус а идем дальше далее кшу дальше 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 даже дальше открываем вот эту страничку памятник николаю гоголю просто википедии страничку ну откровя совсем валенок википедию открыть по гоголям У меня сейчас откроется, подожди. Что, тебе Википедию по Гоголю открыть? Всё, 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 у меня телефон открывается, подожди. В Харькове обложили мешками с песком памятник Гоголю, РБК. Ты мне уже про Харьков говорил. Это РБК пишет, вот смотри. У тебя только Харьков, что ли? РБК пишет. У тебя только Харьков город? Одесскому, этому, Одесскому дому Гоголя незаконно достроили один этаж и балконы. Всё, это все запросы, которые есть. Сейчас, подожди, мужик, вот заткнись, сейчас у меня открывается. Я-то не заткнуйся, я буду тебя просить, чтобы ты мне показал видео, где... Я покажу. Рассказывай, рассказывай, где детонирует в эпицентре что-то. Сейчас, подожди, в начале... Не, не сейчас, не сейчас, подожди. Что, ты, конечно, тебя посмотрели. Грузится, видишь, подожди, секунду. Что, грузится, я-то подожду, подожду, конечно. Что, ты усрал со с памятниками Гоголя? Я не хуй, я тебе сейчас покажу, где с нас памятник Гоголя. Покажи, так, дед, ну покажи. Хорошо, покажу. Ну покажи. Сейчас, грузится телефон, ты что торопишься? Смотри, снос памятнику Гоголя. Тот же самый запрос. Все ссылки с тобой обсматриваем. Что здесь? В Харькове обложили мешками. Википедия. Я все найду. Википедия. Твоя... Гоголи Майдан. Гоголи Майдан. Только, только не сливайся, мужик. Пожалуйста, сидеть. По-моему, ты не в том положении, чтобы кому-то говорить еще не сливаться. Только, только не сливайся. Так, я же говорю, ты не в том положении. Это тебя надо умолять, чтобы ты не сливалась. Не сливайся. Все нормально за головой. Я говорю, ты не в том положении. Да, 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 да. Где детонация в эпицентре? У тебя телефончик включился? Сейчас я открою, открываю. Давай, давай. Сейчас мы посмотрим, где там детонация в эпицентре происходит. Очень интересно. А, тебе детонации показать, что ли? Конечно. Где прилет? В Харькове, в торговый центр, а там после этого идет вереница детонаций. Показывай. Ты легко можешь посмотреть это все. Так показывай, ты же мне что-то доказываешь. Что тебе доказал? Да, блядь, сейчас 0% он, видишь, не включается. Только что ж включился, только что ж было 3%. Что, ты выключил его? Ты его выключил специально? Ха-ха-ха. Ой, какое позорище. Включил он. Отпять включил. Ну, я его включаю, он выключается. Видишь, 0%? Ой, господи, позорище. Нет, позорище это ты. Вот и все, вот и все. Так а зачем, скажи, зачем выходить, зачем россияне выходят в чат-рулетку, чтобы врать? Вот мне вот это интересно. Вау никто не будет. Что вы получаете? В смысле, не врет? Ты же соврал. Ты мне сказал, в Киеве, ой, где-то там, в Украине сносят памятники Гоголю. Информация не подтвердилась. Ну так где их сносят? Блин, мужик, вот сейчас я доволю пельмени, у меня телефон чуть-чуть зарядится, я тебе покажу. Так что ты мне покажешь? Я просто в Google захожу, пишу, и ничего не находят. Что ты будешь делать? У тебя вообще ничего не находит. У тебя нахуй не находит ничего. Не то, что вы по Краматорску, по вокзалу выстрелили. Да что тебя взрывает так? Ты мне покажите по Google памятники сносить. Не сейчас, я тебе скажу, 10 из тех ссылок, что я открыл, была хотя бы одна ссылка, где сносят памятники Google. Да, да, да. Это при том, что у меня открываются и российские сайты в том числе, в отличие от тебя, Лаптиногова, у которого открываются только российские сайты и больше никакие. У меня открываются и украинские сайты, и неукраинские сайты, и какие хочешь. А у тебя, Лаптиногова, только РИА Новости открываются. И ты мне будешь что-то доказывать. Мужик, не пи***й, пожалуйста. У меня все сайты, все у меня. Да, да, да. Через Алису, особенно. Алиса, Алиса, замечательная вещь. Да, да. Ну все, буду считать, что ты официально обосрался, так что давай вари свои пельмени дальше. Все, давай, гуляй.